Всем привет, с вами Воевуда, и мы снова возвращаемся в игру Hearts of Iron 4. Я полагаю, что это неожиданно, ведь я всеми богами клялся, что не вернусь до нового патча или DLC. Так и было, пока я сам себе не придумал интересный челлендж. Для начала заходим за Венгрией в режиме Iron Man с историческим фокусом. Какая самая первая ассоциация, которая возникает у вас с этой страной? Конечно же это будет достижение Микла Шхорти и Принц Габсбург. Она подразумевает под собой восстановление Австро-Венгрии, где вы по фокусам получаете пол Европы и миллионы Мэнпауэра. Звучит слишком банально. Достаточно просто открыть ютуб, ввести в поисковую строку Hearts of Iron 4 ачивка за Австро-Венгрию, и вам выдадут десятки результатов. Я же выбрал не столь популярный, но такой же интересный путь, связанный с дипломатической победой. По ветке фокусов избрания короля есть не только Отто фон Габсбург. Разве мы с вами вправе насаждать венгерскому народу? Короля, чья династия разорила страну. Вместо этого проведем референдум. Пусть он сам решает, кто будет им править. Но решение оказалось неожиданным. Венгерский народ выбрал новым королем Вильгелем Бернадотто, герцога Сёрстремланского, двоюродного брата короля Швеции Густава V. Мы получаем два новых национальных духа. Династия связи с Швецией дают полное согласие шведов с любыми нашими политическими действиями. Карл V Вильгельм увеличивает поддержку демократии. Венгрия станет оплотом свободы и демократии в Восточной Европе. Первая победа на дипломатической арене произошла на переговорах с Румынией. После Первой мировой Трианонский договор наложил на нашу страну жёсткие ограничения, и на 1937 год мы были беззащитным перед лицом любой угрозы. В городе Бледес, Румыния, было подписано соглашение, снимающее с нас ограничения. Никто из соседних стран не выразил протеста, понимая необходимость этого решения. Венгерская армия начинает возрождаться словно феникс из пепла. В 1938 году обстановка в мире накаляется. Германия оккупирует Австрию и Судетскую область, но Венгрия продолжает поддерживать добрососедские отношения. В Вене прошёл арбитраж, где Чехословакия согласилась передать Южную Словакию нам. Всё же коренное население там представлял собой наш народ. Кроме того, нам досталась развитая металлургия региона. Дело идёт к мировой войне, а общественность выступает против гонки вооружений. Народ называет расходы на военный бюджет брецанием оружием. Глупцы, как вы можете так ошибаться? В апреле 1939 года прошла Мюнхенская конференция. Представители Британии, Франции и Германии составили проект раздела Чехословакии. Нам отошёл самый восточный регион, Карпатская Русь. Польша отвергает ультиматум Германии. Она совсем не готова к войне, в отличие от нас. В королевстве построен укрепорайон между реками Дуна и Тиса, защищающий центральную часть страны от любой агрессии Запада или Востока. Кроме того, Карл V приложил идею Балканского пакта, альянса, который должен объединить страны Восточной Европы и защитить от германской агрессии. Ах, Румыния стала первой, последней страной на Балканах, которая согласилась вступить в наш альянс. Советский Союз требует Бессарабию в Румынии, и она уступает. Это невероятный акт агрессии. Два с половиной века назад король из вымершей шведской династии Карл XII одержал ряд блестящих побед над Россией. Наш нынешний король Карл V, потомок генерала Бернадотта, рос на рассказах о его подвигах и хотел повторить их. Отъём Бессарабии дал повод нападения на СССР, и он им незамедлительно воспользовался. Все дивизии были переведены из центрального крепорайона на узкий участок фронта в Карпатских горах. Противник в 3-4 раза превосходил нас числом. Сразу завязались жаркие бои, быстро падала организация войск, не было возможности подводить новые дивизии за их неимением. Единственным решением было отводить дивизии на перегруппировку под Мукачёво, а затем снова возвращать в бой на участок фронта, где русские были близки к прорыву. Слева вы можете наблюдать лень локализаторов. Почему поддержка Китая называется обращение за помощью к Швеции? Шведское правительство решилось на шаг, удивившее даже опытных дипломатов. Они вступают в наш альянс и готовы сражаться за своих родственников на юге Европы. Вот чёрт, нашу оборону продавили, но часть дивизии закрепилась и не дали продвинуться советским танкам вглубь страны. Необходимо провести организованное отступление из Карпат, иначе все наши солдаты могут оказаться в одном большом котле. Закрепились за рекой Сомиш, и у нас есть перерыв на несколько дней, пока советская команда не обсуждает планы новой кровавой мясорубки. Уже сейчас их потери почти в 10 раз больше наших. Господи, Швеция, что ты делаешь? Зачем призывать Румынию? Их просто сметут, а потом зайдут нам в тыл и сметут нас. Нужно обдумать, как без больших потерь отвезти все дивизии на центральный укрепрайон. Что-то случилось. Советский Союз прекратил наступление в Румынии. Германия готовит войну СССР. Теперь всё понятно. Германия нападает на Советский Союз. 49 диссоветов оказываются в окружении в Карпатах. Мы оказываемся на шаг ближе к победе. Америка желает вступить в Альянс в Балканский Пакт? Неожиданно. Мексика собирается вступить в наш Альянс? Вдвойне неожиданно. Да, война так успешно продвигалась, но произошла печальная и неожиданная весть. Наш король, Карл V Вильгельм, погиб на поле боя. Ева самолёт был сбит зенитом орудием. Если вам понравилось это видео, ставь лайк и подписывайся на канал. С вами был Воевода. До новых встреч.